МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Целый месяц болит горло, заложен нос с прошлого отпуска, стреляет в ухи. Знакомо? Многие люди годами не обращают внимания на эти и другие симптомы хронических заболеваний лор-органов. Чем это грозит? Об этом мы поговорим с врачом-отоларингологом Богородской медицинской компании. Алгоритм развития болезни прост. Заболело горло, но лечить его вы не стали. Через месяц боль возобновилась и так несколько лет. Незаметно появляется хронический танзелит. А любой воспалительный процесс, который остается без внимания, может привести к серьезным последствиям. Может заканчиваться как доброкачественными, так и злокачественными заболеваниями. В том числе и различными новообразованиями. Любой хронический танзелит может перерасти в лимфомы, может перерасти в плоскоклеточные раки. А начинается все с банального больного горла. Без должного лечения миндалины постоянно воспаляются. Идет развитие патогенной флоры. В небных миндалинах у нас есть такие отверстия. Называются лакуны. Через эти лакуны у нас миндалина выбрасывает, вырабатывает слущенные петели, то есть чем покрыты, остатки пищи. А если есть хронический воспалительный процесс, то это все накапливается. И на этой флоре очень хорошо растут и золотистый стафилококк, и стриптококки, то есть все эти патогенные, условно-патогенные микроорганизмы. Хроническую форму заболевания человек сам вылечить не может. Необходима помощь специалиста. Но к врачу все мы идем крайне неохотно. Вот и страдаем годами от танзелита, даже не подозревая об этом. За счет этого вырабатываются аутоиммунные антитела, которые выбрасываются в кровь. И как по-русски, по-народному, да, говорится, съедают суставы, сердце. Страдают многие органы, такие как надпочечники, почки. Появляются изменения в электрокардиограмме, пациенты жалуются на боли в суставах. А виновата больное горло. То же самое относится и к воспалительным заболеваниям носа. Сначала невылеченный должным образом насморк приведет к гаймориту. Потом это возникают кисты, которые тоже человек не замечает, вроде обычная головная боль. Человек не думает, что у него там киста или какое-то мягкотканное, может быть, образование, осумкованное уже, то есть на фоне хронического воспалительного процесса. Поэтому настоятельно рекомендую обращаться к лор-врачу. Терапевты тоже очень много упускают. Речь идет о запущенных случаях. Если воспаление в горле или в носу не проходит долгое время, откладывать посещение врача нельзя. По статистике, онкология головы и шеи в последние годы нарастает. То есть это где-то 20% от всех онкологических заболеваний. Мужчины болеют, конечно, чаще онкологическими заболеваниями верхних дыхательных путей. Запомните, если у вас в полости рта или носа появились какие-то даже небольшие новообразования, срочно обратитесь к врачу. Даже маленькие дополнительные новообразования могут малигнизироваться и превращаться в злокачественные новообразования. Очень хочу обратить внимание курящих людей, у которых наиболее часто возникают раки гортани. Потому что сейчас очень много запущенных онкологических заболеваний. Если выявляется на ранних стадиях, то мы еще можем помочь, потому что сейчас существует очень много новых технологий. Сильно влияет на нас и плохая экология. По словам специалиста, серьезный след оставило жаркое дымное лето 2010-го. У многих до сих пор проблемы с полостью носа, с ротоглоткой, с верхними дыхательными путями. Это трахеи, бронхи и легкие терапевты. Это тоже могут подтвердить, что до сих пор мы расхлебываем 2010-й год. Еще один фактор, отрицательно влияющий на здоровье – длительное применение сосудосуживающих препаратов. Их нельзя использовать больше 10 дней подряд. Потом, если нос не дышит, надо обращаться к лор-врачу. В противном случае начинаются изменения слизистой оболочки носа. Появляется заболевание, которое в запущенных случаях лечится только хирургическим путем. В период активности вирусов регулярная гигиена должна включать в себя не только дезинфекцию рук, но и ежедневное промывание носа раствором морской воды. Это безопасное лекарственное средство, которое можно применять без назначения врача каждый день. Кстати, запущенный насморк может стать причиной отита – воспаления среднего уха, так как эти органы взаимосвязаны. Серные пробки – еще одна проблема, с которой сталкиваются врачи-отоларингологи. В попытке самостоятельно почистить уши люди иногда наносят себе травмы, иногда ухудшают состояние уха. Запомните, ватные палочки предназначены только для того, чтобы удалить грязь из наружного слухового прохода. Все-таки раз в год я рекомендую пациентам осматривать ухо у лор-врача. Приходят пациенты, говорят, у меня ушки чистые, я чищу. Они не чистят, они иногда трамбуют серу, которая уже совсем близко располагается к перепонке. Даже лор-врачу иногда возникают сложности удаления серной пробки. При длительном стоянии серной пробки в ухе за пробкой между барабанной перепонкой и серной пробкой могут образовываться и также условно-патогенные микроорганизмы, и в том числе грибковые заболевания, которые могут разъедать и барабанную перепонку, и приводят это к снижению слуха. В Богородской медицинской компании можно пройти аудиологический скрининг, то есть исследование слуха. Очень часто бывает так, что человек теряет слух постепенно, даже не замечая этого. Проверить слух стоит, если вы стали включать телевизор все громче, плохо разбираете речь собеседника на улице или в транспорте и так далее. Проблемы со слухом могут появиться из-за возрастных изменений, остеохондроза, сердечно-сосудистых заболеваний. Острота слуха может снижаться у тех, кто много плавает, не защищая уши, кто часто и подолгу слушает музыку в наушниках. Аудиометрия позволяет обнаружить даже небольшие отклонения. Для этого пациенту предлагают послушать разночастотные звуки и отметить те, которые он слышит. Сейчас я подаю различные тональности звуков. Когда пациент слышит, он нажимает на кнопочку, что фиксируется у меня на аппарате. И я после этого фиксирую это в график. И потом оцениваем работу слуховых косточек, молоточка, наковальня и стремечка, и оцениваем работу слухового нерва, нероскохлюз. Органы слуха делятся на две группы. Одни отвечают за то, чтобы уловить звуковые волны. Другие должны доставить звук в головной мозг. Соответственно, нарушение слуха может быть разным. Существует понятие кондуктивная и нейросенсорная тугоухость. По результатам назначаем соответствующее лечение. Нейросенсорная тугоухость поддерживается, чтобы у нас не падал дальше слух. Кондуктивное снижение слуха, оно может выровняться до уровня нормы. Кроме того, аппарат позволяет оценить работу слухового нерва. Мы ставим этот датчик на заушенную область слухового нерва и проверяем уже проводимость звука по слуховому нерву. И также рисуется график. Если у вас нет насморка, врач рекомендует периодически делать упражнение, которое улучшает аэродинамику барабанной полости. Нужно зажать нос и сделать усилие, как будто бы высмаркивать. Это хорошая разминка для слуховой трубы. Тараканы в ухе, инородные предметы в носу, лечение храпа и что такое аденоиды. Об этом мы поговорим в следующей передаче. Не пропустите. Здоровье – это драгоценность, которая дана нам от Бога. При каждой встрече мы желаем друг другу именно Его. Здоровье всегда красиво, но его легко растерять. Призвание врачей – сохранять наше здоровье. И Богородская медицинская компания всегда на страже. Десятки великолепных профессионалов, сотни уникальных методик, тысячи довольных пациентов. Богородская медицинская компания – это сеть клиник, которая охватывает почти весь спектр медицинских услуг. Каждого пациента в Богородской медицинской компании встречают улыбки, умелые руки, доброта, отзывчивость и профессионализм врачей. В клиниках каждого из нас ждут друзья, которые беспокоятся и переживают за наше здоровье. Богородская медицинская компания заботится о нас и наших детях. Редактор субтитров А.Семкин